Мы проговорим, обрисуем портрет насильника. Что это за человек? Почему он так поступает? Корни этой проблемы, которые у него возникли. И, конечно же, мы будем говорить о том, что отношения насильника и жертвы — это созависимые отношения. Это такой порочный круг, который необходимо хотя бы одному из участников этого процесса разрывать. Сейчас мы поговорим о том, кто такой вообще насильник. Как начинает проявляться насилие с его стороны? Первый этап — чтобы вы понимали и могли проанализировать вот эти маячки. Потому что в процессе общения мы все друг другу посылаем определенные сигналы. И наше подсознание, оно их очень хорошо воспринимает. Но тут вмешивается сознание, которое говорит так. Не-не-не-не-не, это не потому. Мы же воспринимаем объект вожделения, которым мы нуждаемся, и мы хотим его идеализировать. И мы говорим, нет, это не туда, это не к этому, это вот потому и потому он так поступает. Но человек каждый поступает так, как он хочет поступать, так как он понимает это. И первый этап любого домашнего насильника — это соблазнить и очаровать жертву. Он должен стать в ее глазах авторитетом. Второй этап. Для того, чтобы этот авторитет, вот это, знаете, такая иллюзия, не развелась, это нужно жертву что сделать? И изолировать. Постараться ограничить ее контакты с внешним миром, с друзьями, родителями, с теми людьми, которые, общаясь с которыми, человек может получать собственную поддержку своего собственного достоинства, чтобы чувствовать себя, скажем, на равных в отношениях с одними из супругов. Но цель насильника что сделать? Надо подавить жертву для того, чтобы самому подняться. Следующий шаг в сценарии семейного насилия — это демонстрация источника угрозы и оценка реакции на эту жертву. Ну, тут шантаж, конечно, идет. Что могут вам сказать? Вам могут сказать, ага, ты останешься без жилья, я выгоню тебя из дома, это говорит женщина. Женщина, к которой применяли насилие, она в ответ будет пытаться действовать точно так же. Она скажет, раз ты так, все, я тебя выгоню из дома. Вот так вот будет решаться эта проблема. Но это ее не решает, к сожалению. И когда наступают оценки реакции жертвы на источник угрозы, то есть насильник пробует, насколько, как далеко он вообще может продвинуться в своих манипуляциях, к сожалению, самым последним этапом это может быть смерть жертвы. Если жертва, а жертва, она потому и жертва, что она не умеет говорить «нет». И вот если жертва не начинает говорить, не начинает выносить во свет к друзьям, близким, то есть она не начинает говорить и проговаривать об этой проблеме, что существуют вообще отношения, то, что ее удивляет, например, то эта проблема, она никогда не решится. Как еще проявляет себя насильник? Он запрещает вам встречаться с кем-либо, и обязательно он будет требовать от вас отчет, где вы были, почему опоздали. Подробно, пожалуйста, все это должно быть предоставлено. Дальше. Контроль мышления. Вам будут задаваться такие вопросы, о чем ты думаешь? Причем это не в дружеской беседе за чашкой чая. Вам будут задавать такие вопросы непрестанно. Будут контролировать ваше мышление. Вам будут навязывать другие принципы жизни. Ведь каждый человек, когда мы создаем семью, мы, скажем, сверяем тогда наши принципы, которые у нас есть жизненные, и принципы нашего партнера, нашего супруга будущего. И вот они должны совпадать. А здесь не приемлется то, что у вас могут быть другие жизненные принципы, не приемлется то, что в процессе жизни вы будете вырабатывать уже свои какие-то принципиальные позиции в семье. Здесь вам будут навязывать вот только такое понимание жизни, только такие установки, абсолютно авторитарное мнение должно быть. И если вы пытаетесь высказаться и попытаться сказать о своем видении ситуации, это будет восприниматься как дерзость. Вас будут контролировать эмоционально, контролировать будут ваши эмоции. Вот мы уже говорили о том, что манипулятор, вот цель его, он действует очень скрытно. То есть его действия, они таким образом выстроены, чтобы добиться определенной эмоциональной реакции в первую очередь. Вот так вот раскачать эмоции у партнера. Почему? Когда у человека уходит почва из-под ног. Им легче всего манипулировать. Ему легко навязать, чтобы, ну скажем, вести, он действует со своей супругой, либо супругом, как с противником. В том-то и дело, что насильник, он, у него всегда в его действиях не призыв к воссоединению, а призыв к отъединению. Он воспринимает объект вожделения, как ни странно, как врага и как угрозу. И поэтому он будет поступать с вами как с врагом. Он будет пытаться разбалансировать ваши эмоции и уже в таком состоянии будет стараться вами управлять. И обязательно, конечно же, будет осуществляться контроль информации. Это контроль того, какие фильмы вам смотреть, что вам слушать. Вам скажут, что ну ты глупая. Или мужу говорят, ну ты до моего уровня не дотягиваешь. Вот мы идем в театр, и все железно. Муж не хочет идти в театр. Но мы его тащим, не учитывая абсолютно потребности человека. Это тоже отъединение, призыв к объединению, когда мы с уважением относимся к интересам другого человека. И правильно выстроенные отношения — это когда мы задаем, не приходим и говорим, знаешь, я решила, мы пойти в кино, мы пойдем в кино. Или муж говорит, так, мы идем туда-то, туда-то. Правильнее будет, когда мы скажем, а какие у тебя планы на сегодня? Правда? Так, наверное, будет более корректно. И я думаю, таким образом наш партнер, он будет чувствовать уважение к самому себе. Следующий момент. Если мы говорим о любви, как проявляется любовь? Ну мы уже говорили, что насилие — это вот такая исковерканная форма любви, любви собственнической. И что же такое любовь? Это давление, вот как бы благо, желая человеку, мы подавляем его, либо поддержка. Здесь важный момент отметить, что насильник, он стремится занять позицию доминирования. Это позиция превосходства в отношениях и контроль. Когда один, в общем, насильник начинает досаждать, понукать, поучать, давить на психику человека. То есть это отношение к другому человеку как к вещи или средству достижения своих целей. Это игнорирование его интересов и намерений. Это стремление обладать, распоряжаться, получить неограниченные односторонние преимущества. Это открытое, даже без маскировки, воздействие от насилия, подавления до внушения и приказа. В этом случае один субъект отношений побуждает другого подчиниться себе и принят цели, которые не согласуются с его собственными устремлениями и желаниями. Чем же вызвано вообще вот такое неудержимое желание подавлять и контролировать другого человека? Вот мы сейчас подходим к самым интересным штрихам портрета насильника. На самом деле контролирующее поведение вызвано страхом перед жизнью. Когда ребёнок жил в семье, в которой он видел, что его мать выживает в отношениях насилия, то есть мы говорим, что насильник — это тот, который в своём детстве находился в этих отношениях, он был свидетелем, будучи ребёнком. И вот ребёнок усваивает один страх. Он, когда не может контролировать ситуацию, это воспринимается как основная базовая угроза его жизни. И поэтому, чтобы не испытывать стресс, человек старается всё контролировать вокруг себя. Но это, скажем, такое обманчивое состояние. Это как раз показатель того, что человек не проживает полноценную жизнь. Он не может принимать, он настолько внутренне невыстроен, незрелый, что он не может воспринимать жизненные вызовы таким образом, чтобы находить решение. Он будет действовать совершенно по другой схеме. Он будет искать выгоду себе. Для него жизнь — не жизнь, а выживание. Вот в процессе коррекции, вот, скажем, вот эту основную установку нужно будет, скажем так, преломлять и обращать совершенно в другое понимание. Для него насилие — это модель выживания и способ решения конфликтов. Ну почему? Он такой плохой человек, он такой нехороший. Да нет, конечно. Каждая Личность, она имеет неоспоримую ценность, и мы должны это понимать. Просто в силу того, что у этого человека нет опыта любить. Мы ведь действуем в своих отношениях именно из того опыта, который мы приобретаем в процессе нашей жизни, в процессе воспитания. И вот основываясь на этом опыте, мы поступаем. А если у человека нет такого опыта, но он его и не сможет осуществить, значит, нужно создавать для него ситуацию, когда он сможет проживать этот опыт. И вот стиль отношений у насильника, такой вот, знаете, отнять, забрать, заставить, у него воспринят вот эта модель поведения как наиболее продуктивная для выживания. Но здесь мы коснёмся вот стиля наших отношений. Если вы замечали когда-нибудь, что вот часто в общении друг с другом человек, который очень так агрессивно себя ведёт, он вам будет навязывать свой стиль поведения, свой стиль отношений, вот манеру общения, и вы будете вынуждены оправдываться. Изначально вы ничего не должны этому человеку, но почему-то вдруг, каким-то образом он приобретает над вами власть. Он навязывает вам именно тот стиль общения, который удобен ему. Но здесь есть такой очень хороший, знаете, якорь, который мы должны знать и держаться за него. Дело в том, что у каждого из нас есть присущая нам манера общения, есть стиль отношений, который мы выработали в меру своего духовно-нравственного состояния. И этот стиль отношений, он как одежда. У каждого из нас есть свой гардероб. Но зачем, скажите, пожалуйста, принимать и тянуть на себя одёжку того человека, которое вам совершенно не по душе, в которое вам некомфортно? Помните, это вам не идёт и на вас не налазит. Поэтому не нужно принимать вот такой вот навязываемый стиль отношений. Потому что насильник, он в принципе и добивается того, чтобы навязать именно такой стиль отношений. Он другого просто не знает. И здесь, если вы чётко и последовательно будете занимать неприятие вот этого стиля отношений, а будете держаться своего рано или поздно, он согласится на эти условия. Продолжение следует...